В Павлодаре подходят к завершению гидравлические испытания тепловых сетей. Выявлены повреждения. О том, до какого числа запланированы ремонтные работы и когда город будет на 100% охвачен горячей водой, ответили специалисты. Город Павлодар, как известно, делится на два сетевых района – Северный и Южный. Гидравлические испытания Северной части уже подошли к концу. Южный завершаться на днях. В ходе плановых испытаний был выявлен ряд повреждений. По Северному и Северному району у нас обнаружили 67 порывов на теплостях. Из них 67 – это на внутриквартальных тепловестях, здесь – это на манистральных. По Южному и Северному району мы начали проводить гидравлические испытания 25 числа. Планируем завершить 30 апреля. На сегодняшний день по Югу мы уже определили 130 повреждений на тепловестях. Из них 117 – это на внутриквартальных сетях. Стоит отметить, что в этом году гидравлические испытания начали проводить на месяц раньше, чем в прошлом. Так как по Северному и Северному району известны точные места повреждений, то работа над ними уже началась. Мы определили перечень повреждений по Северному району, их уже передали. Совместно, то, что уже было озвучено в рамках меморандума, мы устраняем повреждения. Это у нас идет поселок Железнодорожников, это проспект Назарбаева, это улица Айманова. Полностью ведутся везде ремонтные работы. Плановая ремонтная работа у нас тоже запланирована, 2 километра 590 на мем. Также население волнует участок дороги перед магазином «Ласточка», где снова ведутся ремонтные работы, и людям приходится садиться на маршрутный транспорт на проезжей части. Эти работы проводят гор Водоканал, у него срок выполнения работы, это месяц, вместе с восстановлением благоустройства до конца мая, все работы завершены. В северной части города, в домах, где повреждений выявлено не было, началось поэтапное подключение горячего водоснабжения. По словам специалистов, до конца мая 99% домов в городе будет с горячим водоснабжением. Мы поговорим о тех домах, которые попадают, например, под строительство нового магистрали, это интересно, это со стороны Кременко, в Кистае, там у нас есть 14 домов, которые попадают под строительство нового магистрали. У них срок до 31 июня. А остынули все дома, по ним срок до конца мая месяца. Таким образом, все ремонтные работы повреждений, которые были выявлены после гидравлических испытаний, планируют завершить в течение одного месяца. Помимо 14 домов, которые попадают под строительство новой магистрали и дома, требующие капитальный ремонт. Надеемся, что уже летом город на 100% будет иметь горячую воду. Кристина Касперович, Юребелевский, РТС Ахпарат.